Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о том, какой датчик отвечает за правильную работу двигателя D2866. С левой стороны я снял защитный экран, справа снимать не стал, потому что у нас здесь находится всего один датчик, который отвечает за засоренность воздушного фильтра. Вот он находится внизу, видно его, там не видно. Короче, вот он здесь вот на этом рукаве находится, на этом патрубке. Больше здесь датчиков нет никаких. Вся основная часть датчиков находится на левой стороне двигателя. Причина данного видео хочу объяснить тем, что пытался найти какие датчики где находятся, информации никакой нету. Так, в основном, конечно, картинки находил, все такое, мануал, но это очень долго, пока это все найдешь. Ну и смотришь, опять же, твой, не твой мотор. Вот, поэтому решил снять данное видео для того, чтобы было более понятно, более наглядно. Ну и по-простому, с комментариями, так сказать. Первый датчик, основной, который отвечает за надув, это датчик надува воздуха. Если у вас упало по какой-то причине давление надува, скорее всего, причина в нем. Ну, первая причина, если у вас, конечно, нет никаких утечек воздуха по патрубкам, идущий на интеркулер и с интеркулера, то это датчик надува. Так как машина старая, 2004 года, раньше стоял он, как бы, здесь такой пузырек, половина шарик и два уха. Это, в основном, как бы, ну, мне кажется, чебурашка, так скажем. Он шел с проводом. Провод выходил сюда у нас, под крышку. А современные датчики идут отдельно. Датчик, отдельно провод. Пришлось покупать провод, причем провод отдельно стоит дороже, чем сам датчик. Датчик не обошелся в 3,5 тысячи рублей, а провод в 4,5, если не ошибаюсь. Следующий датчик, это у нас датчик в уровнях охлаждающей жидкости. Он тоже, бывает, выходит из строя. Поменять его достаточно геморройное такое удовольствие, чтобы его на место вставить туда. Там какая-то резинка. Я, честно, не стал заморачиваться, отдал сервис. Там были причины, и его, в том числе, указал. Поэтому сделали. Была ошибка по нему. Вот именно по датчику. То есть замена. Следующий датчик, это датчик подъема иглы первой форсунки. Находится он под крышкой глупанов. Снимать не буду я. Следующий датчик, отвечающий за работу двигателя, это датчик температуры подаваемого воздуха. То есть он стоит на впускном коллекторе за датчиком надуга. Следующий датчик, который отвечает также за температуру, но топливо уже. Он стоит на АТНВД сбоку. Это датчик температуры топлива. И еще один датчик температуры основной двигателя находится на вот этом колене. У меня идет он на ретарду, у кого ретарда нет, там по-другому немножко закольцовано Датчик температуры двигателя Если у вас по какой-то либо причине произошел обрыв или вышел из строя сам датчик То двигатель у вас постоянно будет включать вентилятор То есть не двигатель, мозги у вас включат постоянно вентилятор То есть идет все в аварийный режим и вентилятор будет вращаться постоянно Гул будет, мама не горюй, на оборотах, на холостых, при движении он не выключится Также на самом вентиляторе находится датчик привода или управления вискомуфтой Который находится, здесь я вам не покажу, вот он провод, он уходит туда вниз к вискомуфте Если произойдет обрыв, вентилятор не будет вращаться, не будет включаться Соответственно будет машина перегреваться в тяжелых условиях Ну этот датчик у нас в холодное время, он отвечает за электрофакельное устройство Ну это я так понимаю больше как клапан стоит, который подает топливо на электрофакельное устройство Также к нему идет релюшка, вот она верхняя, отвечает за работу электрофакельного устройства Нижняя релюшка, это идет у нас реле блока EDC Не перепутайте, они очень похожи Также у нас установлен датчик давления топлива в магистрали, вот он находится И датчик засоренности топливного фильтра Ну вот и все, ну и сам блок EDC находится внизу Как бы там ни датчик, ничего, но вот он такой у нас стоит Да, еще кстати, вот видите, пошел жгут вниз Рядом со щупом установлен датчик уровня масла и температуры масла Забыл вам рассказать про датчик, который отвечает за давление масла Вот он находится под масляным фильтром Он бывает глючит в том плане, что на заглушенной машине он показывает давление там порядка 0,5 до 1 бара Что-то такое, вот у меня было 0,3-0,5, варьировалось оно по-разному В итоге я его поменял, сейчас показывает 0,01, ну там 0,13, что-то такое вот Ну раз EGR у вас если есть, то датчик, соответственно, заслонки EGR находится в самой заслонке Точнее в приводе заслонки EGR у меня она отключена Стоят заглушки, но тем не менее датчик стоит вот здесь Никакого датчика распредвала здесь нет Мотор достаточно архаичный Единственное, да, у него тут нагружено немножечко в плане электрики по приводу ТНВД То бишь больше и меньше топлива Педаль электронная, соответственно Вот и всё Как бы так вкратце рассказал он Ну и вот здесь видите, да, многие не видят Вроде ТНВД у нас как бы механическая, да Но тем не менее у него вот жгут идёт Выходит он у нас вот здесь Получается и уходит вниз под ТНВД туда Там вход косы, который отвечает за привод, за изменение, работу ТНВД Опережение зажигания, добавление, убавление топлива Да, и вот ещё находятся датчики у нас положения маховика Он находится у нас вот здесь Один основной, второй дублирующий То есть если один вышел из строя, второй ещё как-то корректирует работу Но если оба вышли, то вообще машина не будет работать Я пробовал их, отцеплял, менял местами Первый отцепляешь датчик положения маховика, мотор работает Второй отцепляешь, мотор не работает Ну вот как-то так Ну всё, всем пока, до новых встреч Да, мотор грязный немножечко Ну с одной стороны, что сюда лезть Пока нет причины, зачем Всё исправно, всё тут вот три раза Поэтому и пусть грязный Водой мыть не хочу, так как боюсь, что в какую-то электрическую часть попадёт влага И начнёт что-то сбоить Ну всё, ребят, пока, до новых встреч